Сельское хозяйство, здравоохранение, образование района республики подвозят итоги социально-экономического развития. Какие показатели Шамуршинского муниципалитета в нашем сюжете? Зерна больше, крупнорогатого скота меньше. Так завершился год для сельского хозяйства. Увеличить поголовье – первостепенная задача в ближайшие годы. Работа уже идет. Аграрии получают грантовую и государственную поддержку. В этом плане в 2017 году у нас получили двое начинающих фермера гранты по 3 миллиона рублей. И также один фермер получил по семейной ферме грант 10 миллионов рублей. Впрочем, у отрасли есть еще проблема. Есть необходимость в агрономах, в зоотехниках. Поэтому в этом плане мы с вами вместе должны плотно работать. И основная задача на сегодняшний день – это подготовка и проведение весенних полевых работ. Организованно завершить зимовку скота. Переломить негативные факторы снижения производства молока. Согрешение поголовье скота. Жилье в районе возводится, но недостаточными темпами. Впрочем, это не мешает выполнять социальные обязательства. 11 семей получили квартиры. В будущем работа продолжится. Лучше стали и дороги. Две новых построили, две существующих отремонтировали. Планы на 2018 год – завершить работы на пяти участках. Расширить этот список могут и сами жители. В районе успешно работает программа «Инициативное бюджетирование». Вот те вопросы, которые последненно поднимали наши жители, мы вот именно по восьми проектам решили часть их вопросов. Также хочу отметить, на 2018 год в рамках «Инициативное бюджетирование» у нас уже утверждены 7 проектов на сумму 3 миллиона рублей. В ходе совещания шамуршинцы задали представителям властей свои вопросы. Один из самых актуальных – качественная питьевая вода. Здесь давно начали реализовывать федеральную программу «Чистая вода». Но она приостановилась. На сегодняшний день вопрос завис, значит, с учетом того, что у нас дефицит денег. И, во-вторых, упразднена федеральная программа «Чистая вода». Мы сейчас ставим методы УРОС, чтобы восстановить работу этой государственной федеральной программы. Тогда все работы будут продолжаться, потому что только за счет республиканского бюджета мы просто не выдержим, у нас денег не хватит. Подводя итоги, глава республики Михаил Игнатьев подчеркнул, чтобы достичь необходимых показателей, органам власти нужно активнее взаимодействовать с жителями муниципалитета. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.